Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Получение святителя Амвросия Медиаланского. Слово о том, как должно встречать День Рождества Христова. Вам известно, сколько велика радость, и сколько многочисленно бывает собрание народа в тот день, когда празднуют рождение Царя Земного. Как вожди и начальники, так все воины, облегшись в шелковой одежды, припоясавшись дорогими златом сияющими поясами, спешат тогда в блистательнейшем великолепии предстать пред лице Царя Своего. Ибо они знают, что радость Царя увеличится, когда он увидит особенную красоту их убранства, и что он тем большему придается веселью, чем больше они покажут усердия во время торжества его. Царь, как человек, не зрит на сердце и судит о расположении к себе по одной внешности и потому, кто более любит Царя, тот и одевается тогда в светлейшие одежды. Сверх этого, поскольку они знают, что Царь в день рождения своего бывает щедр и раздает весьма много милостей или можем своим, или тем, кои в доме его почитаются людьми низкими и презренными, то предварительно стараются наполнить сокровищницы его различным богатством, дабы он, желая раздавать милости, мог раздавать их щедро, так, чтобы скорее истощилось в нем желание к раздаянию милостей, нежели оскудело его богатство. Все это они делают с усердием, потому что и сами надеются получить за то великую награду. Братья, если сыны века сего ради временной чести встречают с таким приготовлением день рождения земного Царя своего, то как должны мы встречать день рождения вечного Царя нашего Иисуса Христа, который за наше к нему усердие наградит нас не временную, но вечную славою, исподобит нас чести неземного начальства, приходящего преемнику, но небесного Царства, которое не имеет преемника. Каково же будет нам воздаяние, всем говорит пророк, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2.9 Какими же одеждами мы должны украсить себя? Я говорю себя, то есть души наши, поскольку Царь наш Христос не требует великолепия одежд, но приверженности души, не смотрит на украшения тела, но смотрит на сердце служащих Ему, не дивится блеску тленного пояса, которым припоясываются чресла, но восхищается непреодолимым целомудрием, который связует стыдом вожделения. Итак, постараемся явиться пред Ним искусными в вере, облеченные милосердием, благоустроенными в образе нашей жизни. Кто искренне любит Христа, пусть светлее украсит себя соблюдением Его заповедей, дабы Он видел, что мы истинно в Него веруем, являясь в таком великолепии во время торжества Его, и тем больше бы радовался, чем более видел бы нас чистоту духовную. Уцеломудрим же заранее сердца наши, очистим совесть, осветим дух, и в чистоте и непорочности станем встречать пришествие Всесвятого Господа, дабы день рождения того, кто родился от Пречистой Девы, празднуем был непорочными Его рабами. Кто же является вон и день нечистым и оскверненным, тот не чтит Рождества Христова, тот, хотя телом и присутствует при торжестве Господнем, но Духом Своим далек от Спасителя. Ибо нечистый не может иметь общение со святым, скупой с милосердным, растленный с детственным, и если он недостойный, вступает в такое общение, то тем большее причиняет оскорбление, потому что не знает самого себя, желая казаться усердным. Он на самом деле является дерзким, как тот, упоминаемый в Евангелии, человек, который, будучи зван на брачный пир, осмелился войти в собрание святых, не одевшись в брачную одежду. И между тем, как иной сиял тут правдою, другой блистал верою, третий светил целомудрием, он один, имея нечистую совесть, при сиянии всех возбуждал только отвращение ужасным своим трепетом. И чем более блистала святость возлежавших тут праведников, тем очевиднее было скверно грешника, который, может быть, не произвел бы такого отвращения, если бы не явился в сонме святых. Потому слуги царевы, связав ему руки и ноги, вергли его во тьму кромешную, не только за то, что он был грешник, но и за то, что, будучи грешником, присвоил себе награду определенную святым. Итак, встречая день Рождества Господа нашего, очистим себя, братья, от всякой скверны и грехов, наполним сокровищницы его различными дарами, дабы в тот святой день было чем утешить странников, облегчить скорби вдовицы и одеть нищих. Ибо хорошо ли будет, если в одном и том же доме между рабами одного господина иной будет веселиться, нося шелковые одежды, а другой унывать, ходя в рубище, тот присыщаться пищей, а сей терпеть голод и холод. И какое будет действие нашей молитвы, когда мы просим избавить нас от лукавого, а сами не хотим быть милостивы к своим братьям? Будем подражать Господу нашему, если ему угодно было сделать бедных вместе с нами участниками небесной благодати, то почему же им не участвовать с нами же в земном богатстве? Братья по таинствам не должны быть чуждыми друг другу по имуществу. Мы, вернее, приобретем через сто ходатай за себя пред Господом, когда своим иждивением питаем тех, кои приносят благодарение Богу. Бедный, благословляя Господа, оказывает пользу тому, при содействии коего благословляется Господь. Ибо, как Писание говорит, горе человеку тому, через которого имя Господа хулиться. Мир человеку тому, через которого благословляется имя Господа, Спасителя нашего. Заслуга благотворителя такова, что он в доме своем оказывает милость один, а в церкви устами многих умоляет Господа, и чего бы сам не осмелился иногда просить у Бога, то походатайство многих получает неожиданно. Прославляя таковое воспомоществование наше, блаженный апостол говорит, дабы задарованное нам походатайству многих, многие возблагодарили за нас. 2 Коринфянам 11, 11. И в другом месте, да будет приношение благоприятно и освящено Духом. Аминь.